Пожар начался сегодня утром на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе. Есть видео и информация о том, что причиной стала атака беспилотников. Губернатор сообщил, на территории завода обнаружены фрагменты двух БПЛ. По официальной информации завода, первый удар беспилотника зафиксирован в 8.40. По оборудованию установки переработки нефти из-за разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения был выброс углеводородного газа с взрывом и огнем. Меньше чем за час огонь на площади 50 квадратных метров локализовали, в 10.50 пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет. В тушении были задействованы 68 человек и 24 единицы техники. Второй беспилотник попал в половине десятого между коре резервуаров и земляным отвалом. Тут возгорания не было. От обломков оборудование резервуарного парка получило механические повреждения. Завод на время пришлось остановить. 81 год назад фашистская Германия напала на Советский Союз. События того страшного дня вспоминали сегодня в 4 утра. На Ростовской набережной у памятника адмиралу Ушакову. Пока на экране транслировались памятные видеоролики, участники акции возложили венки к знаку пограничникам всех поколений, зажгли свечи памяти и пустили по дону траурный венок. Мы каждый год говорим, что мы делаем это мероприятие для того, чтобы эта война не повторилась вновь. Но она, к сожалению, повторилась и не так далеко, как мы бы ожидали, в нашей родной Украине. Поэтому мы на Украине боремся не с украинцами, мы боремся с фашизмом. И мы сделаем все силы, чтобы мы в этой борьбе победили. Цветы к мемориалу павшим воинам и вечному огню возложили сегодня утром в сквере Фрунзе. Церемония началась минутой молчания. В церемонии приняли участие губернатор, руководители Южного военного округа, Заксобрание, администрации Ростова, курсанты и школьники. Нужно, чтобы молодежь в дальнейшем и будущем поддерживала такие традиции и соблюдала их, потому что это очень важно, это патриотично. Мы должны давать и показывать пример молодому поколению, как нужно патриотично служить своей родине. Огненная картина зажглась на площади рядом с ДГТУ накануне вечером. Так Ростов присоединился к международной акции и вспомнил о последнем мирном дне перед Великой Отечественной. Волонтеры нарисовали пятью тысячами свечей мемориал на Змеевской балке. Изображение выбрали не случайно. В этом году суд признал действия фашистов на оккупированных территориях геноцидом советского народа. Только в Змеевской балке похоронено больше 27 тысяч мирных жителей. Сегодня участвуют студенты из разных вузов, из разных организаций. Это такое мероприятие, которое объединяет всех вместе. И это, наверное, самое важное. Главное, что молодежь помнит и не забывает. 11 российских аэропортов, в том числе Платов, остаются закрытыми и после 24 июня. Росавиация объявила сегодня об очередном продлении ограничения на полеты гражданских самолетов. Небо закрыто еще на неделю, до 30 июня. Меры по-прежнему касаются воздушных гаваней в Ростове, Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Ближайшие работающие аэропорты – Сочи, Минводы, Волгоград, Ставрополь, Москва. Двумя гостевыми матчами начнет новый сезон футбольный Ростов. Российская премьер-лига составила календарь чемпионата страны. Пока без точного времени игр, только с датами туров. Наш клуб стартует в Москве. В первом туре у нас «Динамо», во втором «Локомотив». Первый домашний матч в третьем туре в последние дни июля с «Химками». И следующий тур тоже домашний. Принимаем Оренбург. Зимний перерыв начнется рано из-за мундиаля. Последний в этом году тур, 17-й, будет сыгран 11-13 ноября. Ростов в этот день встретится на выезде с крыльями советов. Возобновится чемпионат 3 марта. Ростов ждет к этому времени «Локомотив». Последняя игра нашего клуба в новом сезоне – 3 июня в Москве с ЦСКА. Точно как в сезоне в прошлом. Точные даты и время остальных встреч Лига обещает объявить в ближайшие дни. Редактор субтитров А.Семкин